Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 15 декабря По народному месяцу слову Аввакум В этот день христиане чтут память пророка Аввакума, принадлежит к числу 12 так называемых малых ветхозаветных пророков. Полагают, что он жил постоянно в Иудее, с 7-й начала 6-го веков до н.э. Это был ничем не примечательный зимний день, когда крестьяне продолжали заниматься своими повседневными делами. Декабрь считался воротами зимы, и люди начинали готовиться к святкам. А пока этот праздник не наступил, девушки продолжали устраивать посиделки. Только вот были они намного строже осенних. Песен пели мало, плясок не устраивали, парней не приглашали. Нарушители жестоко осуждались старшими, ведь во время таких посиделок девушки должны были не веселиться, а как можно больше напрясть пряжи до предстоящих праздников. На улицах к 15 декабря уже лежал снег, а потому и взрослые, и дети с радостью катались на санях с гор или строили снежные крепости. Причем катание с гор было делом непростым. Можно было, конечно, и просто скатиться, но ведь при таком развлечении ни один тулуп долго не продержится. Поэтому в русских деревнях катались на ледянках. Сбивали две доски, обливали их водой и выставляли вечером на мороз. Такие санки были не в пример крепче обычной доски. Некоторые скатывались в большом деревянном корыте. В него могли сесть сразу несколько человек. Существовал такой обычай. Девушка приглашала в свое корыто парня, который ей понравился. И если симпатия была обоюдная, то они съезжали с горы вместе. Потом парень должен был подниматься на гору, неся на руках одновременно и девушку, и корыто. Примечали, кто с кем сел, те, скорее всего, и поженятся. На Руси, на пророка Аввакума, было принято молиться о крепком сне, читать заговоры против бессонницы и отгонять от избы ночниц, нечистую силу, пугающую по ночам детей. Вот как это было. Знахарка поздно вечером, чтобы никто не видел, несла ребенка под курошест. Раздев, три раза умывала его и каждый раз приговаривала. Куры белые, куры рябые, куры желтые, куры пестрые, куры черные, возьмите свои ночницы, а младенцу называла имя, дайте доброе здоровье и сон. После этого знахарка плевала три раза и произносила. С гуся вода, а с младенца называла имя худоба и одевала ребенка в свежее платье. Считалось, что это поможет избавить чада от раздражительности и плаксивости. Наши предки верили, что это был не дуб, который вызывается особыми злыми существами, незаметными для человеческого глаза. Их можно было только выкурить, откричать, заговорить или передать. Однако, очень важно было сначала выяснить причину появившейся проблемы. Вполне возможно, что ребенка могли попросту сглазить, а на это имелся свой заговор. В этот день примечали. Если стоит плохая погода, то такой она и останется вплоть до 30 января. На ночном небе звезды ярко горят, жди морозов. Вокруг луны появился темный круг, ожидайте метели. А вот что своим поведением говорят о предстоящей погоде наши ближайшие соседи, домашние животные и птицы. Если, несмотря на мороз, начнет петь петух, то скоро нагрянет оттепель. Кошка в этот день все время спит, вскоре начнется стужа. Гуси начали прятать под крыло голову, то скоро ударят морозы. Домашняя птица начала махать, хлопать крыльями и вертеть хвостом, быть метели. А еще добавляли, если 15 декабря выпадет много снега, то весной появится много травы и будет великий сенокос. Радости и здравия вам, славяне! Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова